Книги открытым оком, 27 том, вопрос 3910, тема Святая Библия. Кроме иеговистов, в кавычках, отвергающих настоящую Библию и написавших свою, под названием нового всемирного перевода, где все места указывающие на божество Христа заменили, есть ли еще у кого такие же переводчики, в кавычках, которые переводят добро во зло? С чем же это связано у них? Отвечает Игнатий Тихноч-Лаптин. Апостол Павел упоминает о таких и не раз. Есть и будут они и дальше. Переделывают под оправдание греха своего. Кавычки открыты. Архиепископ Кентер Берийский, доктор Роуэн Уильямс, лично одобрил свежий перевод Нового Завета, из которого удалили спорный кусок из Святого Павла о гомосексуализме и советует побольше заниматься сексом. Вместо осуждения прелюбодеяния, разврата и мужеловства, в новой версии первого послания апостола Павла к Олимпфинам, христианам не рекомендуется слишком долго обходиться без секса, пишет газета Times, перевод на сайте innopressa.ru. Доктор Уильямс выразил надежду, что новый перевод стремительно распространится как среди верующих, так и неверующих. В новой версии говорится, Кавычки открыты. Кавычки закрыты. Комментарий. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают. Иеремий 2.8 Книга Исаия, 56 глава, 10 по 12 стих. Стражи их слепы, и все и невежды, все они немые псы, немогущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости, и это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся секеры. И завтра тоже будет, что сегодня, да еще и больше. Эти слова Библии верного Слова Божьего, описывающих духовных руководителей Древнего Израиля, не потеряли свои актуальности сегодня. Тому подтверждение архиепископ Роуэн. Вместо того, чтобы лаять об опасности посягательства на Священное Писание и вопрошать, где Господь, доктор Уильямс надеется, что урезанная Библия стремительно распространится. Почему? Не хочет доктор вместе с Павлом осуждать грех, в частности гомосексуализм, непопулярное воздержание. Библия говорит, каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. Речь о законной супружеской паре традиционной ориентации. Новая версия. Я советую, чтобы каждый нашел себе регулярного партнера. В кавычках это все. Речь непонятна о каком партнере. Ведь в наш век-то у кого-то этими регулярным партнером является не только человек, но и животное. А у мужчины – мужчины, ровно как и у женщин – женщины. Библия говорит, муж оказывает жене должное благорасположение и подобный жена мужу. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве. Речь о мужчине и женщине, имеющих половые отношения после вступления в супружеский союз. Новая версия. Нехорошо отказывать своему партнеру. Речь может вестись о любых половых отношениях и с кем, когда и когда угодно. Жаль, что некоторые руководители церквей становятся покровителями разврата и греха и работают на сатану, зачинщика беззакония. Доктор, исцели себя самого. Измененные и удаленные тексты Библии. 1 Калифон 7, 2-5, Римлян 1, 26-32, кавычки закрыты. Сайт newsru.com Псалом 55, 6 Всякий день извращает слова мои. Все помышления их обо мне назло. Иеремия, 23 глава, 36 стих. А этого слова, бремя от Господа, впредь не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа своего, Бога нашего. Стихотворение. Стихотворение. Научи меня, Боже, любить, всем умом Тебя, всем помышлением, чтобы душу Тебе посвятить и всю жизнь, скажем, сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить, Ты своею причистую кровью, бескорыстной глубокой любовью. Научи меня, Боже, любить. Павловск К.Р. 1886 год. 4 сентября.